В медико-санитарной части номер 135 ежегодно проходит плановая диспансеризация взрослого населения нашего города. За направлением на обследование необходимо обратиться в 312 кабинет к специалистам. Здесь пациенты проходят первый этап диспансеризации. Диспансеризация – это скрининговое обследование, то есть просеивание и выявление заболеваний, факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний и рисков сердечно-сосудистых заболеваний. Проводится эта диспансеризация в два этапа. Первый этап – это скрининг. У нас в кабинете что проходит? Во-первых, я хочу сказать, с какими документами приходит человек к нам в кабинет. Обязательно паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Пациент заполняет унифицированную анкету, проходит антрометрическое обследование, у него замеряют рост, вес, определяют индекс массы тела, измеряют артериальное и внутриглазное давление, направляют на сдачу анализов и прохождение обследования, чтобы определить группу здоровья и степень риска для пациента. Где можно получить информацию о диспансеризации? У нас в отделении медицинской профилактики участкового терапевта более подробно, для чего этого, в средствах массовой информации, то, что мы сейчас с вами беседуем, в газетах, статьях, для чего это делается? Для того, чтобы люди сами берегли свое здоровье и обследовались. Если у пациента выявлены факторы риска и обнаружены неинфекционные заболевания, он проходит второй этап диспансеризации. На второй этап диспансеризации направляют обычно терапевты, которые делают заключение по первому этапу. Мы это отслеживаем и анализируем. Не все специалисты входят в программу диспансеризации. Только несколько специалистов. Это невропатолог, это хирург, уролог. Если есть проктолог, то проктолог. Но обычно у нас хирурги этим занимаются. Как вы посоветуете поступить к человеку, который получил приглашение на диспансеризацию? Конечно, я посоветую прийти к нам, прийти в поликлинику и пройти обследование. Это самое большое то, что вы можете сделать для своего здоровья. Информацию о диспансеризации можно получить на официальном сайте МСЧ. А для этого не обязательно ждать приглашения из ФОМС. Если ваш возраст в 2018 году делится на три, можете сразу обращаться в 312 кабинет. Продолжение следует... Продолжение следует...